Вот к ответу на вопрос, что же вы будете делать, если не то, что делаете вы. Задача не только в том, чтобы как можно больше звона разлилось по земле и как можно больше красного цвета в Ютубе появилось. Задача в том, чтобы появились как у Чернышевского, не просто так вот. Для меня лично большим открытием было появление парня из Воронежа, 23-летнего Вани Полякова, который единственный за 30 лет в стране обратился к такой фигуре, как Чернышевский сделал. Ютуб тоже вроде бы не ролик, а думаешь, Ютуб ролик. Сравнить ли Ютуб ролик с протестом, да? Но тем не менее, обратился к такой фигуре и напомнил о ее существовании и о значимости этой фигуры для в целом социального движения в нашей стране. Не просто так же работа называлась «Что делать?» у Ленина, и не просто так в своем «Что делать?» Чернышевский пишет о воспитании новых людей. Даже если опустится пресс-реакция, даже если всех закатают в асфальт, и мы с вами будем на соседних лавках разговаривать в каких-нибудь далеких местах, даже в этом случае места, простите, семена, посеянные за то время, что нам отведено, обязательно должны взойти. Нельзя позволить сделать так, чтобы люди, в принципе, оказавшись в темноте, даже не представляли, откуда должен пролиться свет. Вот эта теоретическая составляющая работы, она, мне кажется, не менее важна, чем работа с союзными движениями, чем работа с коллективом, чем разъяснение людям их насущных потребностей, потому что наша конечная цель не в том, чтобы облегчить премия, которая опустилась на плечи людей, не в том, чтобы смягчить или гуманизировать систему, не оттащить ее к идеалам социал-демократии, не сделать ее похожей на скандинавскую. Наша задача — это качественные преобразования не только в границах Российской Федерации, а в целом мы понимаем, что они в границах Российской Федерации сегодня, в 21 веке, уже едва ли произойдут. А это значит, теоретическая работа не менее важна, чем работа практическая. А в рамках этой теоретической работы обязательно моментом является установление и развитие контактов с другими такими же людьми за границей нашей страны. На Украине, в Беларуси, в странах Западной и Восточной Европы, в Соединенных Штатах, в Китае, в Азии, везде. В противном случае мы сейчас с нашим деградирующим капитализмом, мы сидим просто на обочине, нас просто нет. В эту воронку снаряд следующий, классовый, может и не угодить в ближайшее время. Мы можем постареть и вообще сойти с исторической сцены, не увидев этого момента. Но если мы хотим принимать участие в этом общечеловеческом движении, в существовании которого мы, наверное, как материалисты и марксисты не сомневаемся, то мы обязаны уделять огромное значение теории.